Всем привет! Добро пожаловать на курс Японский язык с Валерией. И сегодня мы с вами разберем обалденную тему. Это расположение. Расположение относительно предмета или места. Как и в русском языке, в японском мы часто будем говорить такие фразы, как на столе, под кроватью. Так как же нам правильно создать предложение со словами расположения на японском языке? Сейчас мы с вами выучим. Итак, на этой фотографии, на этой картинке, точнее, вы видите, что? Вы видите стол, вы видите котика, да, и черная точка с указанием вниз на котика. Итак, где находится наш котик относительно стола? Он находится под столом. Правильно. Точка – это стол, то есть относительно стола. Мы с вами здесь будем говорить о том, что котик находится под столом. То есть мы, скажем так, точку отсчета начинаем как раз-таки со стола, где у нас она и стоит, эта точечка, да, под столом. Как это у нас будет? Смотрим, например. Тебюру – это стол. Шта – это вниз. Ни – это частицы, которые всегда будут ставиться вместе с словами расположения, то есть вверх, вниз, право, лево и так далее. Неку – это котик, и мас – это есть, имеется быть глагол, который всегда будет со словами одушевленных вещей каких-то, да, это, например, котик, это рыбка, человек, не знаю, еще что-то, что одушевленное. Помним, да, что частица «но» дает нам принадлежность. И в данном случае у нас получается принадлежность к чему идет? К столу, да, то есть относительно стола. В этом случае, когда мы будем говорить «относительно стола», он находится внизу или сверху, да, мы должны ставить всегда частицу «но», принадлежность обозначающую, потому что в любом случае нам нужно показать принадлежность, как раз-таки вверх, вниз, право, лево, там, спереди и так далее. Это у нас как раз-таки будет через частицу «но» идти. «Нечистицы» нам будут говорить о том, что в этом месте как бы находится предмет, либо, ну, субъект, либо объект. Давайте еще раз. Точка – это точка, говорящая, от какого предмета мы будем говорить. То есть этот предмет стоит на, скажем так, ровно, да, и мы от этого предмета говорим внизу, сверху, выше, там, ниже, справа, с левой и так далее. То есть относительно стола. Это у нас черная точка. Стрелочкой показан тот персонаж, которого мы с вами, скажем так, говорим, означаем, где он находится, да. Это, опять же говорю, может быть, как одушевленное лицо, так и неодушевленное. Например, предмет какой-то, либо, допустим, котик какой-то, да, без разницы нам здесь. Далее. Точка – это стол. То есть разговор будет идти относительно стола. Чтобы показать относительность, мы ставим частицу «но», которая есть у нас в примере. Давайте его еще раз прочитаем. Тебюруно считаний некогаимас. Да? Тебюруно – под столом. Тебюруно считаний. Под столом. Ни – нужно для того, чтобы показать как бы в, да, в этом месте. Мы указываем на место, да. Под столом. Некогаимас. Есть кошка. То есть мы будем с вами говорить всегда относительно какого-то предмета. Мы не можем сказать, что он в прострации находится, не знаю, там, внизу где-то, да, или еще что-то. Мы обязательно должны сказать, что относительно какого-то предмета находится. Конечно, на более высоких уровнях японского языка, либо в жизни, конечно, мы будем показывать нам предметы, говорить, там, вверху, внизу и так далее. Да, это, естественно, будет. Но если мы говорим про кромантическую конструкцию, то все-таки мы всегда будем говорить относительно какого предмета. Он находится вверху, внизу и так далее. На следующей картинке мы уже видим котика на столе. Опять же, опорная точка у нас – это стол. То есть разговор будет говориться относительно стола. Где котик находится? На столе. Правильно. Он находится на столе. По-японски это будет в значении, что он находится наверху, да, выше стола. То есть, грубо говоря, вот у нас стол, да, и он находится выше стола. То есть, как бы, стол – это вот этот предмет, да, а он находится сверху этого стола, да, как бы в значении. Поэтому мы этого котика будем говорить, что он находится уэ, вверху. Давайте прочитаем пример. На верху стола, да, на столе в значении. Есть котик, да, находится котик. Опять же говорю, относительно стола у нас будет тебруно. Да, это мы говорим вот эту опорную точку, да, относительно стола это у нас будет. Тебруно, уэ, вверху. Следующая картинка. Котик находится справа. Итак, мы опять же видим точку. Точка у нас опорная. Это будет как раз-таки стол, то есть, относительно стола. И стрелочка показана направо на котика. Итак. Тебруно, миги-ни, не кога-имас. Тебруно, миги-ни, не кога-имас. Да, он находится относительно стола справа. Да, то есть, вот стол, и он справа от него находится. Правильно, котик? Правильно. Нам без разницы в этом значении будет. Он справа находится вверху, внизу и так далее. Нас это сейчас не интересует. Нас же интересует расположение этого котика в данный момент, да, относительно стола. Вот у нас стол, он находится справа от стола. А то, что он будет находиться чуть ниже или чуть выше его поверхности, здесь нас это никак не интересует, да. Мы просто говорим, что его расположение находится справа от стола. Следующая картинка Он находится уже слева, правильно? Да, посмотрите на картинку Он же находится слева Правильно, относительно стола Он находится слева, котенок И получается, что нам, опять же, без разницы Это он вверху, внизу или где-то еще находится Главное, что он находится просто слева от стола Итак, слева от стола Как это будет? Теберу-но хидари-ни некога-имас Теберу-но хидари Это будет слева от стола Некога-имас Есть котик, котенок, котик, без разницы Теберу-но хидари-ни некога-имас Он находится слева Хорошо, погнали Теперь у нас следующая относительная точка Посмотрите на картинку, что вы видите Школа и магазин Ну и также дорога, которая как бы их разделяет Все-таки, как вы знаете Во многих местах мы не можем Я не могу 3D делать Поэтому мы будем выкручиваться как-то в 2D Я буду вам показывать в 2D Как эту картинку представить Представьте такую ситуацию Закройте глаза Вот школа стоит И напротив школы Через дорогу стоит магазинчик И мы смотрим Точка у нас находится на школе Правильно? Правильно И как бы мы смотрим лицом в школу Мы смотрим на школу конкретно Итак, опорная точка у нас будет Черная точка на школе Да, точка это школа То есть относительно школы Вот, допустим, само здание школы Да, и что, где находится у него магазин Вот этот перед школой Правильно? Магазин находится перед школой Мы вот так будем говорить Да, относительно школы Он находится перед ним Итак, получается, как мы должны сказать Гако-но-май-ни Супа-га-аримас Гако-это школа Супа-это супермаркет-магазин Аримас-это к неодушевленным лицам Как я разговаривала, говорила вам ранее И получается Гако-но-май-ни Да, это перед школой Образно говоря, вот беру я сейчас бутылку Да, она где относительно меня? Относительно меня Она передо мной, да Я на нее смотрю Да, она прям передо мной Вот эта бутылка будет мая Потому что она передо мной Перед моими глазами Я на нее смотрю Так и школа в данной картинке Она как бы смотрит на вот этот магазин Да, оно перед магазином В жизни вы же тоже будете говорить Где находится магазин Да, вот вы стоите Вы вышли из школы, допустим Да, и где магазин перед школой Сразу вот перед вами Вот он, перед глазами Это будет мая Перед Следующая картинка Здесь уже магазин сейчас находится Наоборот за школой Да, например Вот если хорошо посмотреть У меня тут котик лежит Да, грубо говоря Где котик? Вот этот котик Вот он, да, видите Вот этот котик Где относительно меня? Правильно, он за моей спиной Он сзади меня Да, этот котик сзади мне Точно так же относительно школы Магазин находится сзади Да, точка Опять же, опорную точку нашли На картинке Да, он на школе И точка Это школа Значит, разговор будет Относительно школы Итак, где находится Магазин Относительно школы Правильно Он находится сзади него Сзади, да За школой Итак, как будет за Гако но ущеру Ни Супа Гаримас Гако но ущеру Гако – это школа Ущеру – это сзади Опять же, ни нужно для того, чтобы Показать за школой Как бы в этом месте Да, за школой Супа Гаримас Есть супермаркет Есть магазин Следующее Следующие несколько слов Будут довольно-таки сложные Потому что, как такового Нет объяснения в литературе В каких-то учебниках Да, во всяком случае Те, которыми я пользуюсь А я пользуюсь всеми учебниками Где нет Ти и Си Где, да Система Поливанова Этих учебников у меня нет Поэтому я не знаю Как там пишут В таких учебниках Объяснение к этим словам Я использую исключительно Либо японские учебники Да, либо, допустим Учебники, которых нет Вот этих Поливанова система Итак, во всех остальных учебниках Которые я видела Будет не объяснено Конкретно Что же у нас значит Тонари И слово Чикаку Итак Вроде бы показалось бы Очень похожие слова Тонари и Чикаку Да Сейчас я расскажу вам Как их применять Итак Вы смотрите сейчас на картинку Да Где находится супермаркет Да Магазин Относительно школы Правильно Он находится Как бы Справа Да Но нам сейчас Не это надо слово говорить Нам надо будет говорить Слово Тонари Тонари Это то Месторасположение Которое находится По соседству То есть как по соседству Грубо говоря Справа Слева Спереди Сзади Да По диагонали Но главное Что это находится Где-то в моем круге Да Это находится по соседству То есть грубо говоря Следующий дом Там через дом Да Ну в основном Следующий дом Либо допустим Передо мной дом Леместор какое-то То есть что-то Находится рядом Вот допустим Сейчас со мной Относительно Ну сейчас на камере Не очень хорошо видно Вот бутылочка Она находится Ну грубо говоря Рядом со мной Тонари Это можно так сказать Рядом Она находится По соседству со мной То есть она сидит рядом Если бы допустим Человек Вот у меня Котик Вот здесь Прям на компьютере На принтере Лежит котик Она относительно меня Тонари То есть она по соседству Сразу вот здесь же она Да Я не могу камеру повернуть Но смысл-то такой же Можно также сказать Что вот этот стич Который Да Он сзади меня Он находится Тонари Да Он находится рядышком Со мной Ну здесь я наверное Вот так смогу показать Да Вроде уж как видно Да стича этого Обожаю стич Вот И получается Можно сказать Что они как бы Находятся там Кто-то сзади Кто-то справа Кто-то слева И так далее Можно так сказать А можно сказать Тонари В значении Он по соседству Находится Да Грубо говоря У меня Сейчас К примеру К примеру Друг Или подруга Безрань Там семья Или еще кто-то Знакомые Они к примеру Живут в соседней квартире Это будут Тонари Нам тогда Когда мы используем Тонари Нам безрань Справа Слева И так далее Это в целом Говорится Да И получается Относительно школы Супермаркет Находится Тонари Рядом Да По соседству И так Как это будем Говорить Относительно школы Супермаркет Находится По соседству Да Ну Грубо считай Рядом Да То есть он Пройти Грубо говоря Выйти И зайти В супермаркет Образно говоря Да Он находится По соседству Следующее слово Чкаку Как я уже говорила Чкаку Это то же самое Что Тонари Но разница В них все-таки есть И так Давайте разберем Все-таки Разницу между Чкаку И Тонари Чкаку Это то месторасположение Которое находится Близко Образно Да К примеру На данной картинке Где находится магазин Относительно школы Ну Недалеко В 10 минутах ходьбы Там Или поездки на автомобиль Без разницы Но главное Что он находится Недалеко Чкаку Это как раз таки Недалеко Например Да Это вот 10 минут Там пешком 5 минут пешком И так далее Без разницы Сколько времени Главное Что для нас Для нашего ощущения Он находится Близко Да Как раз таки Чкаку Это близко Да Недалеко В значении Далеко Это когда Ну грубо говоря Вы садитесь на транспорт И ей там Час-два И так далее Там полчаса Да Хотя для кого-то Это может быть И Чкаку Будет Да То есть Вы по своим ощущениям Смотрите Это Чкаку Для вас Или той Той Это далеко Когда И это будет Прилагательная Уже И прилагательная А Чкаку Все таки Будет Будет Говорить О том Что это Близко Далеко Близко Допустим К какому-то Объекту Или Субъекту И так Получается В данном Случае Здесь От школы Грубо говоря 10 минут Пешком И будет Магазин Здорово Это для меня Лично По моим Личным ощущениям Это Чкаку Это близко 10 минут Пройти Да Допустим Тоже ситуация Недалеко от меня Есть К примеру Комбини То есть мне надо Спуститься вниз Пройти Минут 5 Да Там надо будет Пройти Поезд Да Там Грубо говоря Верхнюю часть Да Где они Рельсы эти Да Понизу пройти И выйти Скажем так На другой стороне И это сразу Комбини Да Это будет Чкаку Потому что Вот он считает Да Там пройти Буквально чуть-чуть Надо И вот он будет То есть Да Комбини Не находится Тонари Да Потому что Он не Близко Он не По соседству С моим домом Да Он не Соседничает С моим домом Да Для него Надо еще Пройти Как-то Да То есть Там пройти Так Потом Прямо Потом Налево Направо Точнее Повернуть Да Такого Плана Комбини Находится Поэтому Он Чкаку Итак Давайте Все-таки С вами Прочитаем Пример Гаконо Чкаку Ни Супа Га Аримас Недалеко От школы Есть супермаркет Надеюсь Вам здесь Было Понятно Если Да Продолжаем Дальше Следующее Ну Предположим Я не нашла Здесь Сумки Хотя Очень Хотела Именно Сумку Но Сумка Как таковая Бак Которую Я написала Можно сказать Чемоданчик Такой Маленький Тоже Японцы Вообще Не заморачиваются На этот счет На самом деле Они говорят Все Одним Словом Это тоже Нормик Нормально Ребят Не паримся Итак Вот мы Берем Чемоданчик Берем Находим Чертную Точку Ну Может Немножко Тяжело Но Тем Не менее Попробуйте Найти Эту Чертную Точку Где Она Она Как бы Внутри Чемодана Внутри Чемодана Она Не снаружи Она Не вверху Не сверху Не снизу Она Нигде Не рядышком Не близко Она Находится Внутри То есть Какой-то Предмет Внутри Какого-то Предмета Внутри Сумки Что у нас Находится Книга Мы видим Какую-то Синенькую Ну Предположим Что это Будет Книга Она Получается Относительно Сумки Находится Внутри Сумки То есть Ну Грубо говоря Мы Открываем Сумку И Внутри Сумки Лежит Книжка Грубо говоря Поэтому Это Значение Будет Называться Нака Внутри Пример Баку Баку Нак Ни Хон Гарим Баку Нака Это Внутри Сумки Внутри Нака Это Внутри Ну Образно Я даже Не знаю Что взять Допустим Внутри Этой Бутылки Есть Вода Она Внутри Можно Грубо говоря Открыть Из нее Потечет Вода Внутри Пластиковые Бутылки Находится Вода Это Нака Внутри Нака Это Внутри Баночки Это Нака Баку Нак Ни Хон Гарим В данном Случа В данном Примере Получается Он Внутри Какой-то Сумки Находится Книжка И Еще Два Последних Итак Вот это У нас Сото Сото Это Ну Грубо говоря Вот я Сейчас Сижу И Если Посмотрю Вот у меня Сразу Окно Я Грубо говоря Смотрю В окно И я Смотрю То Что Находится За Окном Это Сото Да То Что Находится За Окном Да Все Что За Окном Допустим Парень За Окном Вот так Разглядывает Солнышко Луга Цвета И так Далее Да Он Находится Грубо говоря В квартире Да Мы Точку Постали Я не смогла Найти 3D Квартиру К сожалению Хотя Я правда Искала Вот Получается Что Мальчик Находится Как бы Внутри Квартиры Да И он Смотрит За Окно То есть Он Находится По ту Сторону Окна И он Смотрит В окно Да В окошко Он так Вот смотрит Да И видит Солнышко Да Солнце По-японски Будет Тайо Тайо Внизу У меня Подписано Тайо Это Солнышко Эти самые Окошко Это Будет Мадо Мадо И получается Относительно Окна Да В данном Суще Кстати Это Самое Распространенное Распространенное Использование Данного Слова Да Солто Мадо Это Самое Распространенное Ну Бывает Что Разное Допустим Допустим Хотер Но Солто Да За Пределами Отеля Например Да Или Например Супа Но Солто Да За Пределами Супермаркета Хотя Так Редко Реально Говорят В основном Солто Говорят Значение Окна Да Когда Мы Смотрим В окно Итак Давайте Вот эту Самую Распространенную И будем С вами Сейчас Использовать Мадоно Сотони Тайога Римас Да За окном Есть Солнце Да Вот он Смотрит За окошко И видит Солнышко Красота Какое Да То есть Он за окно Смотрит Да Как бы За его Пределы Окна Грубо говоря Он закроет Он также Может Видеть Да Через Стекло А если Он подойдет К стене Допустим Как я Буду Смотреть В стену Да Я ничего За стену Не увижу Но если Кому-то Я не имею Таких способностей К сожалению Смотреть Сквозь стены Хотя Хотелось бы К сожалению Да Иметь такие Но нет Ну мало Ли Может быть Кто-то и умеет Смотреть Сквозь стену Я не знаю Ребят Научите Если знаете Вот И получается Я смотрю На стену Я реально Ничего не вижу За пределами стены Это не может быть Сота Потому что Я ничего Не вижу Окошко Открываю Да Открываю Окошко Например Или там Стекло Чистое Например Да Ну предположим Чистое Вот И мы за его пределами Видим что-то Да Вот это вот То что мы видим За пределами окошка Это будет Сото Да Как бы Сото еще можно переводить Как снаружи Да Снаружи 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 Допустим Относительно Квартиры Относительно Дома Да Что-то будет Снаружи Это Сото Еще Один Одна такая Вещь Это Айда На самом деле Айда Используется довольно-таки часто Это будет в значении Между Да Вот мы здесь на картинке Видим мальчика и девочку Скажите Где находится песик Он находится между ними Правильно Между мальчиком и девочкой И точки у нас Что от мальчика Что от девочки Смотрите Имейте ввиду Почему Потому что слово Айда Мы будем использовать Сразу два Существительных Да И у нас Милый Такой забавный Песик Находится между мальчиком И девочкой Как же мы это скажем Отоко Отоконоко То Оннаноко Но Айда Ни И нугай Мас Оннаноко И отоконоко Это мальчик Девочка Отоко Это мальчик Онна Это девочка И мы должны сказать Что мальчик И девочка Как бы их вместе соединить И И Да Мальчик и девочка И между ними Как раз таки Это и будет Но Айда Ни Ни Нугай Мас Да Между мальчиком И между девочкой Есть Собачка И в этом случае Мы вот эти два Существительных О которых я говорю Да Эти два Существительных Мы их будем через частицу То перечислять Да Чтобы сказать И И Да То есть мальчик Мальчик Между мальчиком И девочкой Как бы будут в значении Да Ну только вот Мы через частицу То здесь переведем Ну прочитаем точнее И получается Это одна из самых Наверное сложных Если есть возможность Поставьте это видео На паузу И перепишите Пример для себя Я думаю Он вам в жизни Очень сильно пригодится Потому что Как бы я ни объясняла Пока вы сами головой Не дойдете До этого Не скажете Осенило Да Оно вам как бы Не зайдет Скорее всего Но в любом случае Постарайтесь понять Что Когда мы говорим Между двух предметов Мы их сначала Перечисляем Эти два предмета А потом После второго предмета Мы говорим Но Айда Ни И получается Как бы между мальчиком И девочка Как раз таки частица То у нас будет говорить Ки Вот этот союз наш Получается То есть Когда мы частицы То смещаем Получается Одно целое Мальчик и девочка Вот Айда Ни И нуга И мас Есть собачка Между мальчиком И девочкой Итак Важно запомнить Запомните Следующие правила Первое Слово с частицей Но Это слово Относительно Которого Располагается Объект Субъект Или место Как мы с вами говорили Относительно Стола Относительно Окна И так далее Школы Тоже После указания Расположения Мы добавляем Всегда частицу Ни Говоря как бы В Айда Ни Миги Ни Хидари Ни И так далее Сразу говорю Я путаю Право и лево Поэтому я могу Неправильно Показывать Руками Но тем не менее Право и лево Вы должны понимать Что Айда Ни Миги Ни Хидари Ни Да Я думаю Что у меня зеркальная камера Поэтому Думаю Я неправильно В любом случае Показываю Вот Дальше Третье правило Все слова Расположения Это существительные То есть Айда Миги Хидари И так далее Это все Существительные А значит Возможны случаи Использования Частицы Д Обозначающие Место Активного Действия Это крайне редкий Случай Я думаю Что максимум Вы попадете На такое Это когда будете Этот самый Экзамен сдавать Возможно Где-то может попасться Д Это нормально Это все хорошо Это будет означать Д частицы Обозначать место Активного действия Там где вы что-то Активно выполняете Кто забыл частицы Смотрите на мой канал Обязательно подпишитесь Кстати ребят Чтобы не забыть И колокольчики Я каждую неделю Выкладываю что-то Очень офигенно полезное Вот И частица Д Это означающее Место активного действия Да У меня есть частица Самая топовая Тема Посмотрите И вы поймете Что такое Место активного действия Итак Важно Иногда Можно выносить Объект Субъект Или место В начало предложения Тогда такое слово Будет выражаться Частицей На самом деле На самом деле Японские слова Можно крутить Предложение Как угодно Это Что такое Единственное Что самое главное Это то Что прилагательное Или глагол Будет всегда в конце Предложение Стоять с точечкой Да Это единственное Что нужно запомнить А все остальное Может вот так вот Прыгать по предложению Это тоже нормально Да Это для того Чтобы язык Казался более живым Все таки Итак Как же это будет Вот мы смотрим На пример Котик находится Справа Да Я все-таки Правильно сказала Справа он находится Да И правую руку подняла Поэтому получается Котик находится справа Тогда мы можем сказать Что сначала Мы назовем котика Некова Да Или Некога И так И так И ва частица И га частица Абсолютно нормально Окей Можно использовать Единственное Что скорее всего В этом случае Будут га Более правильным Почему Потому что Это у нас глагол И мас идет Да И мас это Быть имеется Да В значении Как мы помним Аремас И мас Всегда идут С одной Единственной частицей Га Но А в разговоре Когда мы просто Будем разговаривать С кем-то Можно частицу Ва Использовать Да Но все-таки Постарайтесь Для себя Куда-то сейчас Записать Что еще Частица Га Сюда тоже Окей Как полезно Итак Некова Мы обращаемся К котику Да Что вот она Этот котик Тебуруно Мигини И мас Этот котик Находится Справа От стола Точка То есть Мы вот этого котика Вытащили Из Скажем так Конца Предложения В начало Вынесли И так Это тоже Работает Абсолютно Некова Тебуруно Мигини И мас И таким образом Вы можете Каждый Из этих Предложений Ну и за исключением Наверное Айда Да Одна такая Неприятная Существительное Расположение Да Поэтому его Можем Лучше всего Использовать Как есть Да Однако Остальные Допустим Там Соту Право Лево Там Между Внутри И так далее Вы все можете Делать Вынося Основную часть Основного Существительного Да Объект Субъекта Или Места В начало Предложения То есть Помните Да Что не только Мы можем Говорить Что это котик Есть справа Да Можем Говорить Что есть справа Как у нас Было там Магазин Справа Есть Там Школа Полицейский Участок Не знаю Что-то еще Дерево Какое-то Да Без разницы Оно находится Справа Тоже Можно Говорить То есть Здесь Ваша фантазия Безгранична И я надеюсь Что эта тема Вам понравилась Вам было понятно Если есть конечно вопросы Пишите в комментариях Я постараюсь На ваши вопросы Ответить максимально Понятно Если их будет много Я перезапишу Еще одно видео Касательно Ваших всех вопросов Относительно Всех ваших вопросов Я отвечу на каждый Из вас Ваш вопрос В отдельном видео Если их будет много Поэтому не стесняйтесь Пишите комментарии Ставьте лайки Видео Я думаю Оно вам понравилось И не забудьте Подписаться на канал Ведь в следующей неделе Вы что-то еще Интересное Предложение Можете писать Также в комментарии И кстати Ребят Хочу сказать Что если вы захотите Со мной провести Онлайн встречу То пишите мне Комментарии В разделе Этого самого Записи То есть можете Мне писать Можете мне в комментариях Писать Проведи Проведи И я проведу Для вас Онлайн встречу Где отвечу На все ваши вопросы Относительно Н5 Уровень Начального уровня Я вам все расскажу Подскажу И конечно Отвечу на ваши вопросы Всем пока Спасибо большое За просмотр С вами была Валерия Японский язык С Валерией И до новых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok